Камчатский экспертный клуб обсудил подготовку к осенним выборам в краевой столице и районных муниципалитетах края. Участники встречи рассмотрели доклад независимого общественного мониторинга о том, как прошло выдвижение и регистрация кандидатов на грядущие выборы. Эксперты отметили, что в других регионах замечено снижение числа выдвиженцев от оппозиционных партий. У нас на Камчатке совершенно иная картина. Те партии, которые у нас традиционно здесь выполняли роль участников процесса, заявились и успешно зарегистрировали достаточно большое количество своих кандидатов. Мы говорили о том, что, скажем, партия Коммунисты России, там 28 человек, пенсионеры 25 человек, 45 человек КПРФ и ЛДПР, это тоже производит впечатление. Но, безусловно, Единая Россия, никто и не сомневался, что самая большая партия выдвинет самое большое число, 96. Речь о выборах депутатов городской думы Петропавловска-Камчатского. Там конкуренция ожидается на уровне 10 человек на место. В это же время, говорят эксперты, на Камчатке отмечается снижение количества самовыдвиженцев. Ну и вторая тенденция, это тенденция, которая идет последние несколько лет, низкая конкуренция в районах нашего Камчатского края на выборах. Там, как правило, все-таки, я так понимаю, главная задача и общественников, и избиркомов, это вообще создать конкурентную борьбу для того, чтобы выборы состоялись. Это районы Крайнего Севера. Там большого интереса нет. Экспертный клуб создан два года назад по инициативе российских общественников. Это независимая организация, которая имеет филиалы в каждом регионе страны и занимается наблюдением за проходящими в России выборами. Напомним, выборы в муниципалитеты Камчатского края, в том числе в городскую думу Петропавловска, пройдут в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Информационное агентство Камчатка.